Добрый день, дорогие авторы, раввины, люди, которые учат Тору, которые, может быть, просто учителя или специалисты, которые посвятили время, годы жизни для того, чтобы понять, что Бог хочет от нас. И я когда-то сам учился в Ешиве, когда-то я сам начинал заниматься Терувом, я работал в разных-разных организациях, Швотами, Талдоти Шурун, я учился в Ешива Тарану, Рава Полищака. И я могу сказать, что я понимаю, что сейчас есть очень много людей, евреев, раввинов, экспертов, которые мечтают, прямо у них сердце, прямо вот так вот сердце зовет, что надо передать свои знания. И мы команда платформы Воикра. Это я, Искак Пентусевич, я уже 10 лет занимаюсь образованием, еврейским образованием, обычным образованием. Я, слава Богу, один из самых известных тренеров на сегодня по развитию личности, эксперт системного развития личности и бизнеса на русскоязычном пространстве. Написал я 13 ник, которые проданы более полумиллиона экземпляров. Я последние 10 лет изучил, посвятил изучению технологий современного образования. И вот мы с еще одним специалистом, Давид Поделко, один из самых известных на сегодня интернет-мартитологов, который понимает, вот как работает интернет, как все это работает, как устроено. Мы решили помочь с Божьей помощью, быся это дешмая, помочь экспертам-раввинам донести свои знания о Боди до широтих, вообще широтих слоев еврейского населения. Их, я думаю, в интернете русскоязычных около миллиона, около миллиона. Это наша целевая аудитория. И мы хотим тем, которые пока не готовы воспринимать Тору на таком вот хай-левел, на высоком уровне, мы хотим им дать Тору понятную, понятную Тору на портале Воикра. Теперь, как это делать? Есть статьи до 2000 знаков. До 2000 знаков простая статья, которую можно прочитать максимум за 15 минут. Это одна страница печатного текста, в которой раскрывается одна тема, один аспект. Раскрывается по технологии, которая есть у меня специальная технология, называется ВРИ. Вдохновляй, развлекай, информируй. То есть должно быть в этой статье вдохновение. Мы же все-таки работаем на Бога, поэтому должно быть вот это вот вдохновение, которое идет от Бога, желание приблизить к Богу. Должно быть развлечение, должно быть весело. Мильта де бдихута, должна быть бдиха, должно быть смешно, весело, радостно. Служить Богу – это радостно, потому что, если ты не служил Богу в радости, так известно, что за это бывает. Значит, в радости мы должны давать людям знания о Боге Аторе. Есть пять разделов, в которых мы приглашаем вас размещать свои материалы. Мы для вас платформа, мы поможем вам дойти до широкого круга людей. Дальше мы поможем, если у вас получится дойти до широкого круга, то есть будет видно, что ваши материалы востребованы, мы найдем с Божьей помощью, поможем вам найти ресурсы для того, чтобы создавать свои программы, создавать свои проекты, получать поддержку. Потому что мы знаем, я лично сам знаю, что значит учиться в Колеле, что значит учиться в Ешиве. Я понимаю, что те, кто посвятили себя служению Богу, то Бог им дает ман с неба. Так вот, для вас портал, платформа Вайкра может стать этим маном с неба, этим проводником мана. И написано, То есть мы постараемся, чтобы именно через портал для тех раввинов, которые дают, именно дают максимум пользы для людей, чтобы через нас же Бог вам дал ресурсы для жизни, для того, чтобы дальше становиться сильнее и сильнее. Значит, те, кто пишут на этом портале, какая польза для вас? У вас есть доступ к широкой аудитории. Аудитория читает или не читает ваши материалы, и после этого есть рейтинг, который показывает, какие материалы читают, какие не читают. Вы можете научиться давать людям то, что они ищут, то, что они ждут. И как только у вас хорошо получается, мы начинаем с Божьей помощи вам помогать продвижением, деньгами, организацией семинаров, приглашением вас на семинары и так далее. Наша цель – это усилить, усилить тех, кто хотят служить Богу. Теперь дальше, как это делать? Еще раз повторю, статья 1.1 – одна тема, понятная, четко структурированная, вдохновляющая, веселая. Мы пишем в пяти разделах, пять разделов есть на портале. Первый раздел «Учись», как понять Тору, как понять, почему Бог сделал то или это, как понять каждую недельную главу. Только на одной странице можно объяснить какую-то одну маленькую короткую тему. «Учись». Теперь дальше. Есть раздел «Делай». «Делай» – это как выполнять заповеди. Одна статья или одно видео 18-минутное о том, как выполнить одну заповедь. Что надо делать, как правильно делать, чего не делать. Без всякой политики, без ничего. Заповеди. Мы только действуем в рамках конструктивизма. Да, то есть мы ни с тем не воюем, ни с тем не боремся, а мы создаем. Мы создаем, делаем, приближаем к Богу. Теперь третья тема. «Молись». Как правильно молиться, как прославлять Бога. Возьмите вот, как молиться, объясните, как молиться, как сказать браху, на что обратить внимание, как благодарить Бога и так далее. Какие есть сгулоты, это тоже в «Молись». То есть как взаимодействовать с Богом напрямую. Это третий раздел портала «Молись». Четвертый раздел «Люби». «Вавта ли раха камоха». Как вообще возлюбить ближнего, как себя. Как возлюбить ближнего, как возлюбить жену. Как найти жену, многих интересует. Как найти мужа. Как воспитать детей в любви, чтобы дети любили. Как любить Бога. То есть все, что связано с любовью. Но в основном это все, естественно, крутится вокруг еврейской семьи. Как создавать семью, как ее усиливать. И пятый раздел называется «Живи». «Жизнь по Тори». «Жизнь по Тори» – это музыка по Тори. Это еда по Тори. Это бизнес по Тори. Это все, что связано с жизнью по Тори. Значит, еще раз для раввинов, для экспертов. Какая польза, если вы пишете хорошие материалы, создаете хорошие материалы. У вас есть как личный блог на этом портале. И мы в ближайшее же время присоединим к нему системы для сбора, целевого сбора денег на вас и на ваши проекты. То есть вы пишете, люди читают, люди регистрируются. Вы заинтересовали людей, люди могут напрямую вам помочь. Наша цель – это помочь тем раввинам, как Нерли Элев, тем раввинам, тем людям, которые приближают к Богу, сделать это более качественно. Вот, в общем-то, и все, дорогие друзья. Пишите, вдохновляйте, развлекайте, информируйте. Мы вам хотим предоставить все самые современные возможности интернета для того, чтобы дойти до миллиона русскоязычных евреев. И до, может быть, ста миллионов русскоязычных, которые, возможно, тоже где-то как-то евреев, потому что сейчас самый популярный ответ на вопрос «А ты случайно не еврей?» Мы признаем Бога, Тору, устную Тору, мудрецов, но мы ни с тем не воюем. Это платформа для всех. Для всех направлений ортодоксального иудаизма есть место на платформе Воикра. Все. Желаю вам огромных успехов. С Божьей помощью, чтобы у вас получилось приблизить миллионы-миллионы людей. Расскажу только один короткий пример. Как-то я узнал, что Рававадья Юсеф, Зихраноцедик Левраха, когда он был уже в очень тяжелом состоянии перед смертью, он как-то вышел из состояния бессознательности. И он, первый вопрос, который он задал, он спросил, сколько моих книг продано? Ему ответили, продано там 10 тысяч, 100 тысяч книг. Он говорит, все, теперь я спокоен. Даже когда без сознания я обучаю Тори, и у меня идет схуд через мои книги. Когда вы создаете любой материал на портале Воикра, создаете любой видеоурок, вы спите, вы отдыхаете. В это время вы выполняете заповедь, обучая Тори, одна из самых главных заповедей, которые только существуют. Обучаете Тори. И удобнее всего это делать в электронном формате, потому что вживую вы можете обучить одного человека. И вам действительно, когда вы напишите несколько статей или видео, люди будут знать, что вы знаете. На каждого раввина, осел и хараф, это значит, что сделай себе рава. Кому-то вы подойдете, кому-то другой раввин. У каждого человека, у него есть свое какое-то вот предпочтение. Под каждой статьей и на вашем блоге есть возможность у людей напрямую с вами связаться, задать вам вопрос. Вы будете знать, что люди у вас спрашивают. Будете для них писать следующие материалы, то есть это очень сильно вам поможет. Пишите статьи, записывайте видео, ставьте на платформу Вайкра и с Божьей помощью у вас будет огромный сход на Роша Шана, что вы обучаете Тори нон-стоп. Нон-стоп, 24 часа в сутки. Все, удачи и успехов.